Ольга Бган Как вышло, что ранняя слава обернулась горьким фиаско по вине властного режиссера? Почему актрисе пришлось отказаться от семейного счастья ради самой заветной роли в ее жизни? Как алкогольная зависимость Бган разрушила ее брак с Алексеем Симоновым и привела Ольгу к печальному финалу? Актриса появилась на свет 25 ноября 1936 года в Кишиневе. Город входил тогда в состав Румынии. Родители девочки, которые были идейными коммунистами, дали дочери очень своеобразное имя – Конституция. Старшую сестру будущей актрисы назвали Эра, а брата – Декретом. Вскоре после рождения младшей дочери вся семья переехала в Москву. Дети со двора часто смеялись над Конституцией и давали ей обидные прозвища. Когда родители девочки узнали про это, они решили дать дочери обычное русское имя – Ольга. Школьницей Оля Бган посещала театральный кружок и даже после выпускных экзаменов выступала в спектаклях любимой самодеятельности. Именно на такой любительской постановке режиссер Самсон Самсонов заметил талантливую 19-летнюю Олю и предложил ей эпизодическую роль в своей кинокартине «За витриной универмага». Начинающая актриса настолько поразила членов художественной комиссии, что они практически вынудили режиссера Василия Ордынского взять неопытную Бган на ключевую роль в его кинокартину «Человек родился». Режиссер тогда состоял в браке со студенткой третьего курса Люсей Гурченко. Муж обещал супруге, что именно она сыграет главную роль в его кинокартине, но получилось иначе. В советское время фильмы снимали за счет государственного бюджета, а режиссеры были обязаны утверждать артистов только с разрешения худсовета. Когда киноруководство не приняло кандидатуру Гурченко, разъяренная Люся устроила мужу скандал. Василий нашел способ утихомирить супругу. После окончания съемочного дня он привел студентку на Мосфильм и дал ей озвучить персонаж Ольги Бган, Надежду Смирнову. Так в фильме «Человек родился» главная героиня говорит с легким акцентом, от которого Гурченко тогда еще не до конца избавилась. Новость о том, что Надежда Смирнова в финальном прокате говорит голосом другой актрисы, стала настоящей трагедией для Бган. Девушка почувствовала, будто у нее украли половину роли. В ярости она вломилась в кабинет Василия и бросилась на него с кулаками. «Предатель, предатель!» – кричала Ольга вслед убегавшему от нее режиссеру. На премьеру фильма актриса, исполнившая главную роль, идти отказалась. Зато рядом с Василием Ордынским блистала его жена – Люся Гурченко. После такого провала оскорбленная Оля думала, что теперь ни за что не станет сотрудничать с Мосфильмом. Однако вскоре с ней связался известный режиссер Иван Пырьев, который тогда был руководителем той самой киностудии. Он предложил актрисе приехать к нему в кабинет для обсуждения дальнейшей совместной работы. Воодушевленная Бган приехала к Ивану Грозному, так Пырьево прозвали на Мосфильме. Пожилой режиссер стал хвалить Олю за ее работу и, заперев дверь своего кабинета, начал делать недвусмысленные намеки. Девушка поняла, что, отказав руководителю студии, она, скорее всего, поставит крест на своей карьере, но пойти против своих принципов не смогла. После этого Ольга Бган все же появилась в главной роли в фильме «Рожденные бурей». Короткометражки «Король Бубин», а также в эпизоде драмы «Где-то есть сын». На этом карьера актрисы, как она и предполагала, закончилась. Скорее всего, благодаря вмешательству обиженного Пырьева. Не пасть духом в этой ситуации Ольге помогло приглашение, поступившее от МДТ имени Станиславского в 1958 году. На сцене этого театра, где Бган играла с такими именитыми артистами, как Евгений Урбанский, Владимир Коренев, Майя Менглет и Евгений Леонов, актриса выступала вплоть до 1976 года. Однако примой театра ей, к сожалению, стать не удалось, а заветная театральная роль все еще ждала ее впереди. За свою недолгую жизнь Ольга Бган дважды побывала замужем. Первым мужем был актер Юрий Гребенщиков. Они поженились, когда Бган была еще совсем юной. Но, несмотря на сильные чувства, этот союз довольно быстро распался. В будущем Кирилл, единственный сын Гребенщикова от третьего брака, рассказывал, что дома у отца еще долго висела фотография Ольги Бган. В разных источниках говорится, что инициатором разрыва была актриса, а причиной послужило предательство мужа. Вторым супругом Ольги стал Алексей Симонов, сын прославленного писателя Константина Симонова. Леша влюбился в Ольгу, когда ему было 17 лет. Молодой человек, который всегда интересовался для циологии, был в экспедиции на Севере. В единственном кинотеатре города Тамтор показывали фильм «Человек родился». Взглянув на молодую актрису в роли Надежды, Симонов понял, что пропал. Судьба свела Алексея и Ольгу лишь спустя 10 лет. Квартиру Леши Оля, которая ничуть не изменилась за эти годы, пришла сама. Она объяснила, что подруга велела ждать ее у Симоновых. Новые знакомые сразу почувствовали симпатию друг к другу, и Ольга пригласила Алексея на свой день рождения. Позже у Симонова и Бган закрутился роман, а вскоре влюбленные поженились. В 1968 году Ольга подарила мужу сына Евгения. Тогда Бган решила на время оставить карьеру, чтобы все свободное время посвятить семье и быту. Однако актрисе пришлось выйти из отпуска досрочно. Режиссер Екатерина Еланская предложила 30-летней Ольге Бган исполнить главную роль в постановке «Маленький принц». Чтобы получить заветную роль, Ольге пришлось похудеть на 12 килограмм, которые она набрала после рождения сына. Эта постановка прогремела по всей Москве. Ее даже выпустили на телеэкраны как фильм-спектакль. Вот только Ольге Бган за успех пришлось заплатить чрезвычайно высокую цену. На сцене актриса выкладывалась по полной, несмотря на дискомфорт от корсета, в котором было почти невозможно дышать. Когда Ольга добиралась до дома, она чувствовала эмоциональное и физическое изнеможение, а ее лекарством стал стакан водки. Позже увлечение Бган спиртными напитками перешло в зависимость. В итоге супруг отвернулся от жены и в 1972 году подал на развод. Воспитание четырехлетнего сына Жени практически полностью легло на плечи бабушки, а Ольга сама себя называла приходящей мамой. Дело в том, что актриса боялась, что сын запомнит ее только в нетрезвом виде, поэтому наведывалась к мальчику всего раз в одну-две недели. Прошло семь лет. Столь популярную постановку «Маленький принц» убрали из репертуара, и Ольга Бган осталась без работы. Чтобы скрасить одинокие будни, женщина стала приглашать домой незнакомых ей людей, которым она испытывала чувство жалости и хотела помочь. Так последние дни жизни актрисы скрасил ее новый сожитель – бывший зэк. Именно с этим мужчиной Ольга праздновала новый 1978 год. Одним шампанским дело, конечно же, не обошлось. Когда Бган дошла до нужной кондиции, она, выпив привычную дозу снотворного, отправилась спать. А позже так и не проснулась. Женщине шел 42-й год. Ольга Бган была погребена на Хованском кладбище в Москве. Родственники не следили за могилой актрисы и даже не удосужились поставить памятник. Этим занялось общество некрополистов, которое до сих пор наводит порядок на месте захоронения актрисы. Евгений, сын Ольги Бган и Алексея Симонова, окончил биофак МГУ, а затем стал магистром Ельского университета. С начала нулевых он проживает в Китае. У Симонова есть жена Светлана и двое детей – Данил и Мария. Безумно жаль, что жизнь талантливой и перспективной актрисы Ольги Бган оборвалась так внезапно. Светлая память. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.